Смотрите, я просто хочу сказать, что, конечно, в публичные слушания к таким вопросам никто не ожидал, что все выйдут и проголоснут за то, что надо спилить 60 деревьев. Это все принимают. И что такие вопросы предпринимаются, и, в общем-то, ничего удивительного, потому что они принимаются тяжело. И будут приниматься тяжело. И на публичные слушания, наверное, конечно, пришли люди, которым не было все равно, спилиться эти 60 деревьев или нет. То есть те люди, которым все равно, и у которых понимают, что их необходимо спилить эти деревья, они на публичные слушания не ходили. Конечно, на публичные слушания пришли ярые сторонники того, что деревья пилить нельзя, и что забор переносить не нужно. И тем не менее, прежде чем смотреть, я бы хотела сказать, чтобы все понимали одну простую вещь. Транспортная ситуация в Бижнем Новгороде ухудшается день от дня, месяц от месяца, от года к году. И она имеет привинцию к ухудшению. Если, наверное, каждый из вас бывает в Москве, и видит, в какой коллапс попал город Москва. Из-за того, что 10 лет назад никто не задумывался на дорожных транспортных сетях, и только когда Москва попал в коллапс, одновременно началась реконструкция всех 19 миллиардов стран. И к каким последствиям сейчас привело этот город Москву? Люди в Москве добираются до работы по 3-4 часа, туда или 3 часа обратно. И это еще не предел. И мне бы хотелось, чтобы Нижний Новгород попал в такую ситуацию через 5 лет. В настоящий момент пробки в Нижнем Новгороде имеют временное действие. Они стоят с утра и вечером. А не так, как, например, в Москве, в течение всего дня и до часа ночи. Но поскольку ситуация ухудшается, а нерв никаких не принимается, почти никаких не принимается, но дорог не строится, потому что нет бюджетных денег, дороги расширяются крайне редко, и выборочные мероприятия по этому делу не проходят, парковка не строится, парковки все строить, как говорят застройщики, невыгодно, то эта ситуация, она так и будет усугубляться. И какие бы мы решения сейчас не принимали, надо все время, ну, как бы думать при этом, что жизнь, она все равно нас приведет к тому, что мы вынуждены будем расширять дороги. Даже если мы сейчас это решение не примем, то вы имеете в виду, что она будет просто отложена. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Мы меня встретили ваше выступление, если позволите. Можно будет как раз задумать вопрос очень тоже основной, я говорю, по поводу парковочных мест, потому что не хватает на территории нашего родного города. Может быть, мы этот вопрос тоже рассмотрим на майском заседании, на майском заседании комиссии. То есть, при земельных участках, может, делаем целую программу, если вы, конечно, не будете выражать какие-то комфортаменты. Дальше будем по ним проработать. Тоже это вопросы для главы наших нижегородцев. И парковочные места, все-таки они нужны, потому что у нас на сведении кто-то хватает. Ну, я бы сказала, что на самом деле, вот 2014 год надо было бы объявить год инженерно-транспортной инфраструктуры. Потому что то строительство новое, которое сейчас в городе происходит, в отсутствии дорожного транспортной сети, в общем-то, комфорта жителям не прибавляет. И поиск, ну, я не знаю, включение озеленных территорий тоже, от того, сколько метров квадратных будет, оно тоже большого уже комфорта не доставляет. То есть сейчас самый большой дискомфорт – это в транспорте. То, что люди за пробок не могут ни на общественном транспорте, никуда доехать, ненавидично, вообще ни на чем. Хороший выход из этого метро, но метро, всеми понимаете, оно быстрее построится. И, конечно, ну, в плане предстоятельства, чем надо заниматься, то это транспортная инфраструктура, в том числе с парковками. И в парковке у нас сделана схема предлагаемых парков на территории центральной части города, на территории Межгородского района. Ну, соответственно, конечно, мы готовы и с радостью будем делать дальше эти схемы, продолжать по всему городу, потому что это самая главная сейчас работа, которой надо заниматься. Татьяна, я вот на общественном слушании два раза спросил, и у Дакарыча, и у разработчика, а вы можете нам назвать, идет срок реализации всех этих этапов проекта? То есть что сначала будет? Сначала будет вырублен парк, потом будет идти расширение, или вы сначала будете плотко уйти по расширению, и потом уже выйдете в парк? Нет, посмотрите правильно, было бы вырублено. Я думаю, что как мы и сделали, что мы сначала пойдем по созданию аллеи от РБД, и начнем в этом году ее благоустраивать. И только уже на самом заключительном этапе. С Горького? Да, мы начнем с этого и в сторону парка Кулигума. Во-первых, там еще пока эти плеты не снесутся, эти прибылы, которые выступают за улицу, и, наверное, в этом году мы не подойдем к этому парку. И надо, наверное, поскольку этот вопрос вызывает эти острые дискуссии, то, конечно, сначала бы надо благоустроить аллею и показать, как очень все будет выглядеть, посадить, например, подновенные деревья, все благоустроить для того, чтобы было наглядно видно, что там бы является озеленение, а уже только потом приступать к второму суду. Никто не ответил на вопрос. Вот вы сделаете шесть полосок. Наверное, все равно у вас должно быть в перспективе какое-то понимание, что будет дальше, что вы будете делать дальше в Площаде Свободы. Вы отпустите шесть полосок движения, что в сторону Горького, что туда, а куда вы дальше в Площаде Свободы, этот поток, например, в Сквере 1905 года? Значит, смотрите, из Площади Горького, из Площади Свободы транспорт разъезжается в разные стороны. Я вам показываю. У меня сейчас пробки больше, чем на Горького стоит. По ней он, по-моему, может управляющийся стоит вместе с Варваркой. Дальше будет выиграть вообще две полосы. То есть есть какой-то вообще план дальше, куда этот поток, который в три полосы придет на Горького? Значит, поток, Площадь Свободы, служит центром распределения потоков. От нее транспорт разъезжается в разные стороны. Он едет на Варварку, на Варнеева и на улицу Горького дальше. Значит, по поводу транспортной схемы, я вам сказала, что да, это в городе большая проблема. И проблема только расширением существующих магистралей, потому что существующие магистрали, в отличие, например, от улицы Горького, вообще расширять некуда. У нас по генеральному плану предусмотрено в городе строительство дублеров. Там целый комплекс мероприятий, которые нужно в городе будет делать. Ну, то есть пока про это, чтобы, ну, просто Борького, вы не знаете, когда, как? Нет, потому что, что за счет, я не знаю. Я знаю, давайте посмотрим, приходите, мы вам покажем генеральный план, вы там все увидите. Вообще-то слушаем, Николай, что все жители голосовали за то, чтобы депутаты раздать этот протокол. Можно это получить? Мы от комиссии попросим, попросим, запросим. Мы обещали, что он будет только месяц. Но у нас нет комиссии, не уступают. Они являются для вот этого проекта разбора бюджетных средств. И вот эти 18 миллионов не поймут для этого коронавратора. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот эти 18 миллионов не поймут для этого. и личного автодрасса. Поэтому мы с Вадим Харсом, в результате, говоря о том, что мы расширили, то есть, что я не вижу, что это совершили. То нам нужно выручить это, то нам выручить то. Извините, что это такой депутатный план, который не предусматривает развитие города. В мнении жителей, в которых присутствуют в уличных службах, оно вам понятно здесь, методом голосования. Наша комиссия должна выразить свою гражданскую позицию по поводу голоса. И как мы будем голосовать? Мы должны с вами принять сегодня предъявленные решения. Вопрос он все равно выносится. Мы сегодня просто с вами голосуем за то, согласны над данным решением, в изменении генерального плана развития города в этой части, или не согласны. А голосовать мы с вами будем, естественно, все депутаты, в том числе и на завтрашнем свидании. Поэтому мы, как с вами, принимали решение, что мы прошли публичные слушания, которые стояли в 17-х, они процедурные должны были пройти. Мы принимаем сейчас мнение народа, которое присутствовал на публичных слушания о постановлении главы города первого числа по проведению публичных слушаний. Эти процедуры, естественно, были депутаты. Поэтому мы с вами сегодня должны проголосовать. Как комиссия по экологии будет голосовать на заседание городской думы за данный вопрос перед своими избирателями, перед гражданами города, выставить свою гражданскую позицию. Поэтому я ставлю вопрос на голосование, как мы с вами взялись в предыдущей комиссии, в 12-м апрелях. Кто за данное решение, изменение, где вам, я зачитаю, зону района на зону петей. Кто за данное предложение? Кто против? Значит, решение комиссии, значит, протокольно прошло записать, значит, комиссия по экологии, форма комиссии у нас сегодня имеется, проголосовал. Продолжение следует...